всем привет сегодня у нас 20 июля начинает поспевать вот такая урожайная сливка в моем саду сливки 15 лет как у нас растет плодоносит купляли родители ну и как всегда раньше никто ничего не записывал сорт думали запомнят спрашиваю что за сорт никто не помнит я тогда еще садом не занимался как бы не интересно мне это было я сейчас все свои сорта записываю те которые приобретают обязательно бирка биркой в журнале этот сорт не записали сорт получается средне ранний каждый год с урожаем не кислый сладкий сочный косточка отделяется хорошо может кто-то знает что за сорт тоже подскажите потому что интересно самому он урожайный от ветки так вот нагружены так вот нагружены на нем то есть он весь слива перед периодичности у него как бы нету постоянно с урожаем если нормировать то плоды процентов на 25-30 увеличивается в размере если проводить нормировку то есть у меня время не было в этом году я ее не нормировал вот она как есть как завязалась как сила может чуть-чуть червячок про нормировал и вот такой сорт то есть размер крупный ну как крупный не крупный средний размер средний начать сважить посмотреть какой у него вес вот такая она на виды вот она только-только начинает поспевать красивая такая интересная мне нравится что она не кислая я кислые сорта не сильно люблю было бы кислый уже давно поспелял бы а так сладенькая хорошая вкусная вкусная слива сейчас сорву попробую те что помягче те что поспели пуш он только-только начало сважу ее разрежу как сливка разрежу и более детально уже по вкусу расскажу как и шо сорт неплохой поражаются червячком как и грубо все сливы то есть надо обрабатывать от червя болезнями не поражается не гниет именно этот сорт не ли нету спелые плоды когда переспевают просто ну отпадают сами на дереве как бы не держатся спелые то она ей осталось буквально тоже дня три четыре пять снимаю видео чё зеленоватые чтоб показать потенциал урожайности потому что когда уже половина с дерева снято уже вид конечно не то чуть-чуть лучше показать когда ее еще толком толком не рвали так вот пару плодов попробовали которые поспели из-за этого снимаю чуть-чуть недоспевшую чтоб показать сколько ее висит некоторые от тени еще даже зеленоватые атака на синего цвета в каталоге у меня она подписана как капля синяя под вопросом потому что под вопросом пуша не знаю что за сорт точно это так написал чтоб можно было ориентироваться когда предлагать сорт так что такой сорт так сейчас нарвую свожу разрежу покажу так вот сорвал я ее сейчас я сложим посмотрим какой у нее вес она конечно чуть чуть позже будет крупнее 41 потому что она еще все равно будет дней 5 наливаться 46 43 ну грубо 40 грамм 42 42 ну грубо 40 грамм 40 грамм 38 даже до 40 грамм средний вес 40 грамм так сейчас разрежем ее в разрезе так вот разрезал ее вот спелые плоды которые вот такая мякоть них сочная косточка отделяется видно вот она с соком косточка полностью отделяется это чуть-чуть плод не доспевший не доспевший содержит резкость елки-палки то она кажется суховатая что ему еще дня три повисеть косточка вот свободная маленькая не крупная вот такой вот цвет у нее темный когда поспевает темно-синий тут привиновый налет вот такая вот сливка хорошо что она урожайная а так вот сочная тоже как мармеладочка косточка там гуляет свободно вообще как в трехкомнатной квартире живет ай-пал кусочек также попробуем на вкус и и такая-то на сочно видно сок течет этого спелых плодов на вкус должна быть сладкая да сладкая с таким сливовым ароматом сортовым таким легким легким ароматом не явно выраженным а легким сладкий вкусный сорт можно его сушить делать чернослив консервировать то есть ну можно просто кушать сорт урожайный не подмерзает каждый год показывает себя хорошо довольно таки ранний довольно таки раннего размера не сильно крупным в принципе если про нормировать его пуши сильно много висит чуть нормировочку сделать так сорт хороший вкусный хороший сорт так что еще можно за ним сказать узнать бы название его было вообще хорошо чтобы продавать его как под названием не просто так под названием пуши сорт действительно хороший урожайный отличный он и все рынок регионах я думаю должен расти потому что не одну зиму сколько он плодоносит лет 13 наверно или 14 то есть лет 15 как растет видно дерево покажу где стволяка толстющий вот он идет вот это она приколеровано смотрю на дикую лучу вот она дикая луча вылазит по двое что такой хороший сорт черенки тоже есть его если интересно можете звонить заказывать будет у вас расти в саду такой хороший сорт всем спасибо за внимание всем пока